Доброго утра, дорогие друзья! В эфире Первого Приднестровского «Утренний кофе» и его ведущие Дмитрий Доброхотов и Ольга Яковенко. Этим утром мы расскажем только самое интересное. Сделаем зарядку, поговорим о выборе кофе. Посмотрим мультфильм, обсудим отношения между братом и сестрой и попытаемся заглянуть в космос. Будьте с нами и каждое утро постигайте восторг открытий. Так часто бывает, что с утра ребенок капризничает и наотрез отказывается идти в детский сад. Слезы, жалобные уговоры порой действуют безотказно, и родители поддаются на эти провокации. И хорошо, если есть с кем оставить ваше любимое дитя. Некоторым везет меньше, и малыши все же отправляются в детскую коммунну. Но и в том, и в другом случае нельзя забывать о том, что ребенку с утра обязательно нужно сделать зарядку. И если вы вдруг подзабыли, как это делается, то мы, конечно же, придем к вам на помощь. Так что смотрите и повторяйте. Доброе утро! Доброе утро, ребята! Доброе утро! Начинаем на нашу зарядку. Ручки опустили. Вниз. Начинаем с головы. Головы вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Ручки безотказные. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поворотник головы вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Закончили. Круговые движения головы. Раз, два, три. Другую сторону. Раз, два, три. Хорошо, заходите. Молодцы. Пальчики немножко побежали. Молодцы. Умнички. Закончили. Следующее упражнение. Ручки поднимаем. Вперед, вверх, вверх, вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Руки на глаз. Наклоны право-влево. Начинаем с их двери. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Хорошо. Начинаем. Наклоны вперед. Колебки не сгибаем. Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Все достают носочки. Данила тоже достает. Данила. Раз, два. Еще раз. Еще раз. Раз, два. Молодцы. Закончили. Следующий упражнение. Рисками. Раз, два. Три, четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Молодцы. Прыжки. Ножки в рост. Ножки на месте. Ручки на рост. Начинаем. Прыжки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Спирки на рост. Шагом на месте. Раз, два. Раз, два. Три. Раз, два. Раз, два. Три. Одно ножки впереди. Дверь сзади. Миняне ставим. Несколько. Опять на месте. Шагом на. Раз, два. Раз, два. Раз. 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 И двумя ножки на калтуре. Кисались. Прыжки. Прыжки. Молодцы. Делаем вдох через носик. Еще раз. Еще раз. Хорошо. Здоровья в порядке. Здоровья, дорогие, спасибо за радость. В девятом веке произошла удивительная история, которая открыла миру кофе. Дикие кофейные деревья растут только в Эфиопии, и нигде в мире их больше никогда не было. Как-то раз местный пастух заметил, что козы, объедавшие кофейные деревья, отличались аномальной бодростью и резвостью. Он указал на это монахам ближайшего монастыря. С этого и началась победоносная история кофе. И сегодня мы уже не представляем жизни без кофе. Каждый год жители Земли выпивают больше 500 миллиардов чашек этого напитка. В среднем это 71 чашка на одного человека в год. Кофейная индустрия, выращивание, обработка, фасовка, продажа дает пропитание 25 миллионам человек. На сегодняшний день кофе наряду с нефтью. Это товары, входящие в двойку самых покупаемых в мире. О том, как выбрать настоящий кофе, смотрите в следующем сюжете. Миллионы людей начинают свое утро с чашечки ароматного кофе. Растворимого, заварного, средней обжарки, мелкого помола или какого-либо другого. Ассортимент этого напитка, предлагаемый производителями, поражает воображение даже самых искушенных кофеманов. Для того, чтобы разобраться во всем этом многообразии, в первую очередь, необходимо определиться с видом и сортом кофе. Существует два вида кофе – арабика и робуста. Никаких других видов больше не существует. Есть сорта, есть плантационные сорта – Коста-Рика, Гватемала, Гемен и так далее. Кофейные деревья арабика растут на высоте почти тысячи метров над уровнем моря. Они дают зерна очень высокого класса, с изысканным ароматом и великолепным вкусом. Однако концентрация кофеина в них в половину меньше, чем в зернах сорта робуста. В этом и заключается их главное отличие. Причем робуста используется, как правило, только в смеси с арабикой, так как сам по себе менее вкусен и ароматен, но зато придает крепость напитку. Натуральными называются только две группы кофе – в зернах и молотый. Молотый, как более дешевый по сравнению с зернами, является смесью кофе из разных стран или из разных урожаев. Он может быть с кофеином или без него, ароматизированным и без дополнительных вкусовых добавок. Тут уж выбор за вами. А всю информацию можно легко найти на упаковке. Главное – внимательно ее изучить. Сегодня многие предпочитают пить растворимый кофе, экономя время на его приготовлении. Вкус его максимально близок к натуральному, однако таковым он точно не является. Соответственно, пользу и удовольствие от употребления такого напитка намного меньше. А к преимуществам, кроме времени приготовления, можно отнести и больший срок хранения. Но в любом случае, какой бы из вариантов кофейного напитка вы для себя не выбрали, нужно помнить еще об одном важном моменте. Хочу обратить ваше внимание на то, что выбор воды и подбор в приготовлении чашки кофе имеет большое значение. Жесткая вода не дает хорошего вкуса. Надо смягчить. Некоторые любители применяют маленькую щепотку соли, бросают. Но не более того. Как бы смягчается вода. Но обязательно, желательно ее немножечко профильтровать. Хороший кофе и мягкая фильтрованная вода при правильном приготовлении превращаются в источник бодрости и хорошего настроения. Не отказывайте себе в таком удовольствии. Отношения между братом и сестрой складываются по-разному. Самый родной человек может быть и самым близким по духу, и словно пришельцем с другой планеты, с которым трудно о чем-либо договориться. Неоднозначные отношения одновременно демонстрируют ненависть и братскую любовь, конфликты и самую крепкую дружбу. При этом ожидать, что в одной семье обязательно будут расти похожие дети, в корне неправильно. Родные брат и сестра воспринимают мир совсем по-разному. Их характеры могут быть схожи между собой не больше, чем у случайно встретившихся на улице людей. Есть немало примеров искренней и нежной любви между братом и сестрой, заботы и даже самопожертвования. Тем не менее, конфликты в семьях между братьями и сестрами также возникают очень часто. Попыталась разобраться в сложных отношениях Ирина Телятникова. У вас мальчик и девочка, и они не находят общего языка? Вам надоели ссоры, споры, плач и слезы? Знаете, помимо негативных моментов, выяснение отношений между детьми несет и пользу. Брат с сестрой – это вообще особая история. Почему? Потому что там действительно речь идет о самоутверждении. И это важные моменты с точки зрения полуролевой идентификации, с осознания своего положения, своего половой принадлежности. То есть стереотипно у нас принято. Мальчик – он главный, он мужчина, будущий. Он должен брать на себя ответственность, должен решать и так далее. Девочка должна быть зависимой, скромной. Но не все девочки рождаются скромными. Зато абсолютно от всех мальчиков требуют быть ответственными и брать на себя инициативу. И тут начинается столкновение двух стереотипов. И это нормально. А если дочка еще и старше сына? Мальчик пытается доказать свою самость, свою самостоятельность, свою ответственность. А девочка, так как она уже старше, она уже более мудрая, она уже больше лет прожила, она не позволяет это делать. Кроме того, девочка уже имеет какой-то опыт подчинения этого младшего брата себе. И наступает какой-то момент, когда этот младший брат уже не хочет подчиняться. И девочке достаточно сложно пережить этот момент. Это тоже нормально. Это важные вещи, которые помогают сформироваться личности. В дальнейшем ребенку будет легче наладить семейные отношения и найти общий язык в коллективе. У многих людей, которые были единственные в семье, у них возникают сложности в своей дальнейшем семье, потому что у них нет опыта вот этого подчинения другому. Потому что родители – это одно, а муж – это совершенно другое. А люди, у которых были братья и сестры, младшие или старшие, им проще адаптироваться в своих новых семьях. Но как вести себя родителям? Не вмешиваться в любом случае при всем желании не получится. Но ссоры и скандалы могут привести не к очень хорошим последствиям, а иногда и до драки недалеко. Родители должны вмешиваться в конфликты, потому что у детей, как правило, еще недостаточно опыта в решении выхода из каких-то ситуаций. Поэтому те же самые конфликты – хороший повод остановить детей и показать, как нужно себя объяснить и растолковать, как нужно вести себя в той или иной ситуации. В конфликтах приобретается главное – навыки общения. И только взрослый может проконтролировать, какие навыки у ребенка сформируются. Если вы не будете вмешиваться, то у ребенка может возникнуть такая черта характера, как деспотизм. В любом случае родители должны вмешиваться в этот процесс, но не с целью просто остановить и сказать «так, все, не подходите друг к другу и не надо общаться», а с целью объяснить, кто в какой ситуации должен, как поступить. И будьте уверены, ваши дети научатся приходить к компромиссу. Ссорясь и ругаясь между собой вне семьи, они будут защищать и поддерживать друг друга. Удачи и терпения вам! Джентльмен в мире терьеров – гладкошерстный фокстерьер, отлично сложенный спортсмен и охотник. Гладкошерстные фокстерьеры всегда составляли неотъемлемую часть охоты на лисиц, сопровождая стаи гонщих. Фокстерьер на охоте с лихвой оправдывает свое название, и лисицы или барсуки просто не в силах устоять перед таким противником. Возбудимый, как бы стоящий на цепочках фокстерьер, превосходный охранник и домашний любимец. Постоянно веселое и игривое расположение духа фокстерьера и его деятельная натура снискали ему многочисленных поклонников. Об истории, условиях содержания и особенностях характера смотрите далее. Если в вашем доме не хватает резвого, добродушного, снарядной окраски щенка, самое время подумать, кто бы сошел на его роль. Гладкошерстный фокстерьер – вот кто вам нужен. Однако сразу стоит предупредить, что энергии у этого четвероногого друга больше, чем у дюжины детей. А значит, в соседстве с ним об умиротворенной и спокойной жизни можно забыть навсегда. Стоит привыкать к новому распорядку дня и многочасовым пешим прогулкам. Это пойдет на пользу не только питомцу, но и его счастливому обладателю. Собака очень дружелюбная, но если собака содержится в квартире, с ней надо очень много гулять, для того, чтобы она нашла выход своей энергии. Или же, если люди малоподвижны, хотя бы выходить с ней в лес, в поля, в сады, чтобы был у собаки выход энергии. Существует расхожее мнение, что фокстерьер – зачинщик собачьих драк. Это не так, а вот то, что он умеет постоять за себя, невзирая на размер зубов обидчика, это правда. Хозяину не будет стыдно за поджатый хвост своего друга. Как правило, охотничьи породы не имеют в себе врожденный инстинкт охраны. Но при хорошем воспитании, при правильном воспитании данной собаки, она, конечно, может постоять за хозяина и за маленького члена семьи, не дать его в обиду. Среди прочих очевидных достоинств, собаки данной породы отличаются чистоплотностью, а также благодаря короткой шерсти достаточно обтереть животное влажным полотенцем, и путь в дом окажется чистым. В плохую погоду эту собаку надо одевать в комбинезоны. В уходе очень легко помыть эту собаку, высушить. Достаточно даже влажной тряпочкой просто протереть шерсть и лапы, если грязная погода, если сухая погода, вообще без проблем по уходу за шерстью. Будущим хозяевам также полезно знать, что если их питомец – гладкошерстный фокстерьер, огорчений по поводу чрезмерной болезненности животного их не ожидает. Они довольно выносливы и, как большинство терьеров, устойчивы к заболеваниям. Итак, если у вас достаточно времени, сил и желания, попробуйте совладеть с 12 килограммами безудержного счастья и энергии фокстерьера. Тогда наверняка в его лице вы найдете не только добродушного пса, но и верного преданного друга. Молдавская музыка берет начало из народного музыкального творчества, отличающегося самобытностью и богатством жанров и форм. Она прошла длительный путь развития из народных мотивов к светской, академической и современной музыке различных стилей и направлений. Особый колорит этой музыки складывается из необыкновенных национальных инструментов, которые придают особое звучание и настроение народной музыке. Из каких именно инструментов складывается самобытная молдавская музыка, расскажет Мария Пантази. Молдавское народное творчество и особенно музыка всегда отличалось самобытностью, богатством жанров и форм. Оно прошло долгий путь развития от народных мотивов к академической и современной музыке различных стилей и направлений. Сегодня молдавским народным ансамблем под силу самые разные произведения, от лирических напевных дойн до живых динамичных мотивов. Для их исполнения в национальном оркестре целый арсенал самых разных инструментов. Современный оркестр молдавской народной музыки состоит из групп инструментов струнных, это скрипки, из группы духовых инструментов, это кларнет, труба, най, и аккомпанирующие группы, это аккордеон, цимбалы, контрабас. Кроме того, играют еще на тромбоне, кобзе, гитаре, альте. Особое место занимают необычные инструменты, сейчас они большая редкость. Эти диковинные инструменты были придуманы тысячи лет назад, но сегодня они отлично дополняют национальный молдавский оркестр. Услышать у нас мелодичное звучание флуера, аккорины и кавала можно именно благодаря Молдавскому народному оркестру. Это инструмент кавал, это очень древний инструмент, используется в разных народах, в сербских, сербских народах, югославских, болгарских. Он пришел больше из Балкана, этот инструмент. Его использовали пастухи. Много веков назад пастухи пасли овец, коров, и, естественно, загоняли силой. Так как не все послушные, один умный пастух сделал такой инструмент, и он приучил животных к этим звукам. И он, когда играл на инструменте, он все стадо собирал таким образом. Игра на таких уникальных древних инструментах придает оркестру самобытность и особенный колорит. Это свидетельство глубоких традиций народа, любовь, которым чувствуется с первого аккорда. Порой к приходу гостей, ну, просто не знаю, что приготовить. А хочется отличиться и накормить друзей чем-нибудь вкусненьким. Я, как мужчина, в таких случаях выступаю за мясо. Для меня это самый адекватный продукт. К тому же рецептов его приготовления бесчислено много. Мы приготовили для вас один особенный рецепт. Так что смотрите и записывайте. Доброе утро! Я очень люблю готовить в духовке, особенно всякого рода запеканки, которые могут быть и основным блюдом, и гарниром. Мясо в сливках одно из таких блюд. Для его приготовления я взяла полкилограмма свиной вырезки, одну луковицу, две дольки чеснока, два помидора, зелень петрушки, четыре яйца, две столовые ложки майонеза, 200 миллилитров сливок, 100 граммов сыра, соль, перец, имбирь и паприку. Луковицу я нарезала кольцами, выложу ею дно глубокой формы. Форму предварительно лучше смазать сливочным маслом. На лук выкладываю порционные кусочки мяса. Я его промыла, обсушила и немного отбила. Мясо еще надо посолить, поперчить и добавить к нему имбирь. Мясо пока отложу и приготовлю заливку. Четыре яйца взобью со стаканом сливок. Сливки лучше взять 10% немного посолю их и добавлю паприку. Заливаю мясо, полученное яично-молочной смесью. И отправляю его в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Прошло 20 минут. Я достала мясо из духовки. Теперь его можно посыпать измельченной зеленью и чесноком. Выложить на него кружочки помидоров. Смазать их майонезом. И присыпать все натертым сыром. Отправляю мясо обратно в духовку еще на 30 минут. Сыр расплавился и подрумянился. А это значит, что запеканка готова. Остается присыпать ее зеленью и можно подавать к столу. Приятного аппетита! Самые заметные объекты космоса, на которые стоит навести свежекупленный телескоп и самим посмотреть и домочадцам предъявить в качестве хоть какого-то оправдания денежных затрат, это Луна. Тут все ясно. Большая, с кратерами и так далее. Сатурн с кольцами. Это действительно красиво. Юпитер тоже красив. Его спутники видны даже в маленький телескоп. А в хорошем можно и пояса с большим красным пятном рассмотреть. Посмотрите на Митцар, среднюю звезду в ручке ковша большой медведицы. Оказывается, там она не одна. А глазом-то это и не видно. И вообще, оказывается, в телескоп можно многое рассмотреть. Попыталась одним глазком взглянуть на космос Вячеслава Савчук. Многие художники и скульпторы используют под выставку своих произведений галереи, которые находятся в здании. А здесь совершенно новый вид искусства и место их экспозиции. Картины на местности, заметные со спутника. Из зданий или особенным образом высаженных деревьев. На картах Google Mars таких инсталляций можно обнаружить множество, а может даже открыть тайну знаков. В Японии, в прибрежной лесистой местности, вырублено число 50. Объект названия не имеет. Никакой информации о сакральном значении числа 50 в японской культуре мы не нашли. Может, семья лесорубов так отметила золотую свадьбу? Куда понятнее следующая надпись. Вот только неясно, кому она адресована. То ли верующим летчикам, то ли неверующим инопланетянам. Еще одно американское послание инопланетным мирам становится жутковато, особенно тем, кто в школе имел двойку по геометрии. Для тех, кто до сих пор не может определиться с выбором браузера, вот такое послание в поле. То ли от пришельцев, то ли от продвинутых комбайнеров. А вот со времен Советского Союза в наших лесах осталось из десяток вот таких нетривиальных памятников вождю мирового пролетариата, октябрю революции и победе в Великой Отечественной. Также неизвестно, каким образом в пустыне Чили появился вот этот человек. В народе его опрестили парень майя. По субъективному мнению некоторых товарищей, этот парень больше похож на кота. Этот всадник будто прискакал из слова о полку Игореве, но на самом деле находится в районе Престона в Великобритании. А вот очертания акулы в лесах Австралии. Просто совместное творчество человека и природы. Как вы могли убедиться в мире много интересных мест, созданных природой или человеком? Изучайте и делитесь. Вот общий гороскоп для всех знаков на сегодня. На первую половину этого дня не стоит намечать начало новых дел. В это время вам будет сложно объективно оценивать ситуацию, а поэтому вы способны часто принимать неверные решения. Ваша фантазия может разыграться, что приведет к потере чувства реальности. Это время больше подходит для завершения ранее начатых дел, подведения итогов, чем для начала чего-то нового. Во второй половине дня добавится чуть больше ясности в ваших мыслях и рассуждениях. Те фантазии, которые приходили к вам в первой половине дня, начнут рассеиваться, но на их основе могут возникнуть новые интересные идеи. Они еще не слишком готовы для воплощения в реальность, но после доработки могут оказаться весьма стоящими. Ну а подробный гороскоп для каждого знака смотрите далее. Овны сегодня добьются выдающихся результатов благодаря умению находить нестандартные решения привычных задач. Это один из тех дней, когда стоит экспериментировать, идти новым путем, пробовать оригинальные методы и ломать стереотипы. Удачный день ожидает овнов-студентов. Окружающие будут очарованы вашим оптимизмом, поэтому для общения день весьма благоприятен. Тельцы сегодня становятся вдвойне амбициозными и решительными. Вас сегодня не пугает ни ответственность, ни жесткая конкурентная борьба. При этом представители знака совершенно теряют осторожность, что делает их привлекательной мишенью для недоброжелателей. Возможны серьезные проблемы в учебе и научной деятельности. Новая информация усваивается плохо. Несмотря на все трудности этого дня, ваше настроение будет стабильным. Один из тех дней, когда позиции близнецов прочны, а успехи тем более значительны, чем больше у вас сторонников, помощников и союзников. Так что стоит заняться укреплением деловых связей и налаживанием партнерских отношений. Ваши свежие идеи будут благосклонно встречены влиятельными людьми. Сегодня вам нетрудно завоевывать расположение новых знакомых или произвести благоприятное впечатление. У раков сегодня один из тех дней, когда умение вовремя обращать внимание на мелочи будет очень кстати. Именно оно поможет вам избежать неприятностей. Не исключено появление новых союзников, совместная деятельность будет плодотворной, если именно вы будете принимать самые важные решения, ставить задачи и проверять их в выполнении. Финансовая картина Львов меняется к лучшему и это не может не радовать. Однако с деньгами вы обращаетесь не так, как следовало бы. Значительная переоценка своих возможностей ведет к напрасным тратам. Не исключены острые, но вполне конструктивные дискуссии на работе. У львов-бизнесменов появятся новые партнеры. Незначительные перемены возможны и в личных отношениях. К сожалению, девам сегодня избежать проблем на работе не удается. Более того, приходится признать, что сегодня вам предстоит расплачиваться за собственные ошибки. Врагов и недоброжелателей подозревать не в чем. Однако у вас непременно будет возможность, если не исправить ситуацию, то сгладить острые углы. Для этого придется прибегнуть к помощи старого знакомого. Весам звезды советуют быть уверенными в своей правоте. Те, кто пытаются уговорить вас изменить точку зрения, заблуждаются. Можно заниматься оформлением документов, вообще приводить в порядок дела. Вы очень аккуратны и внимательны, поэтому наверняка не допустите ошибок. Вероятно, неожиданное решение многих давних проблем. Есть шанс найти новых союзников и друзей. Если скорпионы сегодня будут работать достаточно усердно, день пройдет весьма плодотворно. Но если как только вы позволите себе совсем немного полениться, звезды найдут себе других фаворитов. Подходящий день для планирования в том числе долгосрочного. Способность предвидеть последствия собственных поступков и прогнозировать поведение окружающих поможет избежать иллюзий. А вот стрельцам сегодня необходима осторожность. Слишком доверчивые представители знака могут стать жертвой недоброжелателей. Стоит сосредоточиться на делах знакомых и привычных, а новые проекты лучше отложить. Возможно, довольно острое противостояние с конкурентами. Будьте готовы жестко отстаивать свои позиции. Стрельцы, на удивление влюбчивые, однако, чувства, которые зарождаются сегодня, едва ли можно назвать серьезными. Сегодня козероги достаточно удачливы, серьезных успехов. Если все же хотите, чтобы день прошел плодотворно, принимайтесь за дело с самого утра. Наступил подходящий момент для решения бытовых вопросов. Наводя порядок в своем жилище, вы непременно заметите, что и мысли упорядочиваются. Этот день отличается благоприятным эмоциональным фоном сегодня у водолеев. В любой обстановке вы чувствуете себя комфортно. У представителей знака будет возможность добиться важных изменений к лучшему, причем для этого не придется прилагать серьезных усилий. Вероятны комплименты, приятные сюрпризы, знаки внимания. Стоит разнообразить свой досуг. Новые впечатления в высшей степени желательны. Снижен жизненный потенциал сегодня у рыб, поэтому звезды советуют постараться восстановить силы. Активная деятельность и утомительная работа нежелательны, равно как и строгое следование ранее составленному графику. Вам необходима свобода для маневра. У многих представителей знака появляются новые желания и цели, но всерьез прикладывать усилия для их достижения пока рановато. Программа «Утренний кофе» подошла к концу. Этим утром с вами были Ольга Яковенко и Дмитрий Доброхотов. Не бойтесь быть искренними и отзывчивыми. Делайте добро, и тогда оно наверняка вернется приумноженном. Желаем вам отличного дня и исполнения желаний. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь найти ее очень легко. На втором этаже магазина Космо для всех детей от малышей до подростков открылся магазин «Звездная страна». У нас вы найдете для вашего ребенка удобную одежду лучших производителей Украины, России и Турции, а также обувь, игрушки, кроватки и многое другое. А еще у нас самый большой выбор школьной формы и школьных принадлежностей. «Звездная страна» открыта для вас. Улица Каховская, 12, дробь 1, магазин «Космо», второй этаж. КОНЕЦ